Еще раз добрый вечер, друзья. Я сейчас в районе Хайфа, который называется Адар. Это вот улица Герцеля, центральная на Адаре. Это маленькая улочка, которая называется Ехиэль. Сейчас пятница, 6 часов вечера. Вот, люди, как говорится, вышли со своих каторг. Знаете, как в Европе люди выходят после работы, там выходной день, идут в кафе, кругом кафешки. Вот, здесь тоже выходной, ну, в обыкновенный день как бы все открыто. Видите, вот эти ставни, это кафешки, магазинчики. Вот, страна религиозная. На выходных здесь просто смертная скупа. Вам пойти абсолютно некуда. Вы знаете, я помню, посмотрите, как еще все тут выглядит в этой передовой стране Великой Первого Мира. Красота какая, то есть, я не знаю. Мне знакомые говорят, это похоже на Махачкалу годов 80-х. А вот, когда смотрят, я в Махачкале сам не был, но говорят, похоже очень Израиль на Махачкалу в Дагестане 80-х годов. Посмотрите. Вот, я помню, я, к сожалению, не прислушался. Я сюда первые три года приехал, оболванина израильской пропагандой, во что-то верил. Там, что я куда-то прорвусь, что здесь можно бизнес построить, что здесь можно, как говорится, начать нормально жить. Вот, и мне один знакомый просто сказал одну замечательную фразу, я дурак, тогда его не послушал. Говорит, ты оглянись вокруг, просто посмотри, у тебя что, глаз нету? Ты что, не видишь, куда ты попал? К сожалению, вот я был настолько оболванен израильской пропагандой, что у меня действительно глаз не было. Вот, и я просто, знаете, вот снимаю свои ролики для тех людей, которые приехали в Израиль, которые бьются головой о стену и все ждут. Тут, когда ты приезжаешь, тебе начинают вешать лапшу на уши, ну, типа, подожди, все будет хорошо, все у тебя получится, нужно время. Друзья, со временем, уверяю, будет вам только хуже. То есть, всем, кто здесь приехал, бьется головой о стену, вот, я советую, как бы, просто говорю то, что сказал мне в свое время вот этот мой знакомый, говорит, у тебя что, глаз нету? Ну, посмотри, ты не видишь, куда ты попал? Посмотрите, друзья, вы не видите, куда вы попали? Вот, вы и правда верите, что тут со временем вам станет лучше, и вы сможете вот в таком чудесном месте построить нормальную жизнь?